Основные международные документы, определяющие СУП. Международная конвенция по обмеру судов 1969 года. Международная конвенция по грузовой марке 1966 года. Конвенция международных правилов предупреждения о столкновении судов в море. МППСС-72. Международная конвенция по предотвращению загрязнения судов. МАРПОЛ. Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты. ПДНВ. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море. СОЛОС. Международный кодекс по охране судов и портовых средств. ОСПС. Основные положения МКУП. Существует пять причин внедрения МКУП. Первое. Уменьшает влияние человеческого фактора. Второе. Улучшает взаимосвязь между судном и компанией. Третье. Снижает количество несчастных случаев. Четвертое. Уменьшает риск загрязнения моря окружающей среды. Пятое. Обеспечивает безопасность грузовых операций. КУП состоит из двух частей, которые включают 16 разделов. Часть А. Внедрение. В первом разделе указаны общие положения. Определение цели кодекса применения функциональной требования к СУП. Второй пункт. Политика в области безопасности и защиты окружающей среды. Компания должна предоставить задокументированную политику в части безопасности и защиты окружающей среды и быть уверена в выполнении ее как береговым, так и судовым персоналом до всех уровнях. Третье. Ответственность и полномочия компании. Компания должна иметь достаточное и подготовленное количество персонала в офисе и на судне с четким распределением обязанностей и ответственности. Ответственность, полномочия и взаимоотношения должны быть оформлены документально. Четвертое. Назначенное лицо. Компания должна назначить ответственное лицо на берегу, которое осуществляет постоянный контроль за соблюдением норм безопасности и предотвращения загрязнения. Пятое. Ответственность и полномочия капитана. Капитан несет полную ответственность за работу системы управления безопасностью на судне. Шестое. Ресурсы персонал. Компания должна нанимать квалифицированный персонал на суда и в офис и делать все необходимое, чтобы он знал свои обязанности, проходил обучение и тренировки, получал необходимые инструкции. Седьмое. Разработка планов проведения операции на судах. Планируй, что сделать, выполняй, что запланировано. Планирование и выполнение должно быть задокументировано. Восьмое. Готовность к аварийным ситуациям. Компания должна установить процедуры по выявлению, описанию и действиям в потенциально аварийных ситуациях на судне. Компания должна разработать программы учения экипажа и учебных отработок действий в условиях аварийных ситуаций. Девятое. Доклады и анализы о несоответствиях, авариях и опасных случаях. Ни один человек или система совершенна. Если замечена аварийная или опасная ситуация, немедленно сообщить капитану и в компанию. Система должна работать на вашу безопасность. Это главная задача системы. Десятое. Техническое обслуживание и ремонт судна и оборудования. Судно и его оборудование должно поддерживаться в хорошем состоянии. Всегда должно содержаться в надлежащем состоянии и часто проверяться то оборудование, которое имеет важное значение для безопасности. Обязательное документирование выполненной работы. Одиннадцатое. Документация. Суд должна быть выражена в письменном виде. Полнота документации должна постоянно контролироваться. Такие документы должны быть как в офисе, так и на судне. Двенадцатое. Осуществляемые компанией проверки, пересмотр и оценка СУП. Компания должна иметь свой внутренний порядок проверок, позволяющий установить работоспособность системы и ее совершенствования. Часть Б. Освидетельствование и проверка. Тринадцатый раздел. Освидетельствование и периодическая проверка. Администрация флага или признанная ею организация должна будет направлять внешнего аудитора для проверки работоспособности системы как в компании, так и на ее судах. После того, как аудитор убедится в том, что система работает, администрация выдает документ о соответствии для компании и свидетельство об управлении безопасности для каждого судна. Четырнадцатый раздел. Освидетельствование для выдачи временного документа. Временный документ о соответствии для компании может выдаваться для облегчения первоначального внедрения данного кодекса. Временные свидетельства по управлению безопасности для каждого судна может выдаваться новым судам, вступающим в компанию, когда компания принимает ответственность за эксплуатацию судна, которое для нее является новым, и когда судно меняет флаг. Пятнадцатый раздел. Проверка. Все проверки, требуемые положениями данного кодекса, выполняются в соответствии с процедурами, приемлемыми для администрации. Шестнадцатый раздел. Формы документов ПОМКУП. Все выдаваемые документы должны быть оформлены согласно форм, приведенных в дополнение к данному кодексу. Субтитры создавал DimaTorzok